Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая интересная трофичка в 10-м масштабе. Это корпус Toyota Land Cruiser 80. Внешний вид у модели крутой. Я на этот корпус, ребят, очень давно уже смотрел на Алиэкспрессе. Мне он, скажу честно, не очень нравился. Но когда я увидел его вживую, настолько он мне понравился, что я в этот же день заказал себе у Салика. И поэтому мы себе тоже будем строить такой корпус, друзья, и такую модель. Значит, история этой модели такова, что наш друг из Америки купил ее в Сочи и попросил нас ему ее отправить. Следовательно, она попала к нам в руки. Мы ее сейчас обкатаем. Мы ее еще и немножечко обслужим, потому что в ней сейчас во всех мостах, в раздатке забит кастрол зеленый. А мы сюда забьем нашу смазку, которая не боится воды. В общем, обслужим тачку эту и отправим ее в Америку. Друзья, в этом видео я хочу сделать небольшой обзор данной модели. Модель эту делал человек из Сочи. Ссылочку на его Авито, на всякий случай, я оставлю в описании под видео. У него же мы купили корпус Тойоты, которая уже засветилась в одном из наших видео на покатушке в Трофиленде. Максим ездил на этой шайске, на Тойоте, такого оранжевого цвета. Жеки сейчас в видео вставит вам фрагменты этой самой Тойоты. Вот, эту Тойоту мы тоже брали у этого же человека. В общем, он довольно хорошо делает корпуса. Качественно, классно, интересно и копийно, друзья. И вот эта модель, это его детище. Значит, модель собрана на шасси МСТ. Шаська МСТ восьмого масштаба. Мосты на порталах у нас здесь. Карданы пластиковые. Ну, шаська в стоковом состоянии. Единственное, что здесь я вижу, у нас задние тяги удлинены. Видно для того, чтобы колесная база попадала в этот корпус. Стоят не родные МСТшные амортизаторы. А может быть и МСТшные, ребят, не могу ничего сказать. Потому что МСТшку первый раз вообще держу в руках. Так, значит, шины у нас здесь, я даже не знаю, наверное, Алиэкспресс. Дик Кипер на них написано. Дик Кипер на них написано, друзья. Не знаю, от чего это шины. Я думаю, что это с Алиэкспресса шины. Если нет, то поправьте меня в комментариях. Диски стоят, по-моему, от Инжоры. По-моему, на шасси Инжоры идут такие же пластиковые диски на Бедлоках. Давайте замерим, что ли, диаметр наших колес. Возьмем для этого линейку и примерно на глаз прикинем, что... Ну, 100 миллиметров. 100 миллиметров диаметр колес у нас здесь получается. В общем, колеса сидят в арках. Все пропорционально, все круто. То есть, модель не выглядит вот этим монстром на больших колесах. А здесь все именно красиво, круто, интересно и копийно, друзья. Значит, на тачке у нас установлена лебедочка. Сделана она из сербы. Крюк с лебедки я уже снял, потому что я снимал корпус. Я прикручивал шноркер, прикручивал там еще какие-то элементы на эту тачку. И для того, чтобы нормально все это сделать, мне пришлось снять крюк с лебедки, потому что ее надо было вытащить. Значит, в комплекте мы, точнее не мы, а наш друг купил тачку. Нам также дали вот такой вот домкрат. Дали электронику, мотор от Аксиала на 35 витков, регулятор Аксиаловский, два сантрака. Не знаю, насколько они, ну, как они, точнее, по проходимости. Ну, просто как имитация, повесить сюда вот сбоку вполне даже сойдет. Собственно, да и все, ребят. Все остальное уже установлено на этой шаске. И давайте сделаем небольшой осмотр. Покажу вам сам корпус. И расскажу вам, что здесь можно купить на Алиэкспрессе, а что здесь сделано сами. Значит, погнали. Давайте начнем с самого корпуса. Значит, сам корпус продается на Алиэкспрессе. Корпус пластиковый, из ЭБС пластика сделан. Он продается в белом цвете, его нужно самим красить. В комплекте идет корпус и идет остекление для корпуса. Далее шноркель. Здесь самодельный, но его можно купить на Алиэкспрессе. Опять же, вот этот воздухозаборник, он здесь самодельный. На Алиэкспрессе вы его не купите. Лебедка и вот эта вот часть, которая здесь установлена, как это называть, направляющая для лебедки, это тоже все с Алиэкспресса. Лебедка здесь сделана из сервы. Все это далее в видео я вам покажу. Верхний вот этот багажник тоже покупался на Алиэкспрессе. Продается он вместе вот с этими фарами. Светодиоды для этих фар продаются отдельно. Сзади у нас вот такая вот запасочка откидывается. Само вот это крепление, опять же, продается на Алиэкспрессе. Канистра напечатанная. Две вот эти канистры сделаны из ПВХ. Вот этот вот спойлер у нас самодельный. И на этом корпусе еще также сделаны самодельные пороги. То есть в стоке здесь не такие пороги. А тот человек, который делал эту шаську, он заморочился и сделал на нее вот такие вот копины интересные пороги. Они выглядят гораздо интереснее, чем стоковые. Вот эти вот воздуха, как их называть, воздухознезаборники, как правильно. Ну, в общем, вот эти вот... Ой. Да, кстати, ребят, сразу скажу, что зеркала заднего вида здесь очень и очень ненадежно держатся. Они буквально вот так вот снимаются, ни на что не прикручиваются. И, как по мне, так их очень легко потерять. В общем, вот эти вот части, я забыл, как они называются. Они тоже продаются на Алиэкспрессе. Они прозрачные. Я их покрасил черной краской и на двухсторонний тоненький скотч приклеил. Также здесь еще сделана имитация открытого стекла. То есть, изначально стекло закрыто. И здесь оно просто выпилено, друзья. Вот. Наверное, и все, в принципе, что стоит отметить. Салон, друзья. Салон здесь самодельный. Сделан он из ПВХ-пластика. Но на Алиэкспрессе продается готовый салон. Единственное, что здесь у нас машина получается леворукая. А на Алиэкспрессе продается такая же тачка, только праворукая. Но я имею в виду салон. Еще, друзья, на Алиэкспрессе я видел на этот корпус, точнее, для этого корпуса продается шасси. Полноценное шасси, как там пишут китайцы, это типа копия настоящего Land Cruiser 80-ки. И там реально круто очень все сделано. Там пружины, там амортизаторы. Там интересное решение самой шасси. Наверное, действительно оно копийное. Но, друзья, по виду, по фотографиям, оно сделано из силумина, если можно так выразиться. В общем, из плохого качества, скажем так, материала. И поэтому долго то шасси, мне кажется, просто не проживет. Оно красивое для того, чтобы на полочку его поставить, и не более. То есть катать на нем и башить, скорее всего, не получится. И если вы хотите собрать себе вот такую модель, да, 80-й крузак, то лучше соберите его на какой-нибудь нормальной шасси. Там на Axial, на TRX, на MST, на том же самом. Вот брать это шасси за 28 тысяч, а именно столько оно стоит на Алиэкспрессе. Ссылочку тоже оставлю в описании под видео. Но, ребят, я бы не стал. Смотрите, друзья. Значит, у нас установлена защита спереди. Защита это от TRX. Вон виднеется серва. Она же выполняет здесь функцию лебедки. Серва на рулевую здесь установлена на мосту. Мы сделаем ТО этой шасси. Мы полностью разберем свои мосты, разберем порталы, разберем раздатку. Но это уже в следующем видео. В этом видосике мы сейчас просто разберем сам корпус, разберем само устройство всей этой модели, обкатаем ее, сделаем обкатку. А уже в следующем видео про эту шасси мы сделаем полные ТО модели. И там вы уже узнаете, что и как в этой МСТ сделано. Значит, друзья, крепление корпуса также продается на Алиэкспрессе. То есть вот это заднее крепление и переднее крепление оно продается на Алиэкспрессе. То есть тут почти вся шасси, все, что вы здесь видите, это все куплено на Алиэкспрессе, кроме разве, что, наверное, шасси МСТ. Для того, чтобы снять корпус, нам нужно сзади вот так вот оттянуть бампер. Это удобнее делать вот так, конечно. Смотрите, друзья. Оттягиваем задний бампер. И вынимаем два крепления. После этого поднимаем аккуратненько все шасси. Сейчас постараюсь аккуратненько это все сделать. Вот так вот. Все, ребята. И у нас спереди, опять же, сейчас покажу. Спереди в корпусе вот здесь у нас есть места под раму. То есть сюда у нас вставляется рама в передний бампер. А в задней части у нас вот здесь вот защелкиваются те самые вот защелки, которые есть. Это у нас получается задняя полка. Салон здесь сделан полностью из ПВХ. Давайте сделаем небольшой осмотр. Карты на дверях тоже сделаны из ПВХ пластика. Все это делалось вручную. Торпеда и панель приборов. Ну, панели приборов здесь нету. Но вот торпеда сделана тоже из ПВХ пластика. Руль сделан из ПВХ пластика. Все остальное здесь, в принципе, стоковое. Стекление стоковое. И, как вы видите, есть места под установку светодиодов. И спереди, и сзади. Но светодиоды не установлены. Мы, ребят, также будем устанавливать сюда блок света. И будем делать подсветку на этой модели. Но все это позже. И все это, наверное, в другом видео. А может быть и в этом. Не знаю, ребят, как получится. Значит, на самой модели у нас, обратите внимание, сделаны арки. Передние и задние. Все это сделано из ПВХ пластика. Сделан салон. Опять же, все это тоже сделано из ПВХ пластика. Все это сделано вручную. И довольно классно, довольно копийно. Единственное, что у меня при установке салона в корпус, у меня отломался один вот этот подголовник. Я его приклею на место. Он на суперклее крепится. Просто не совсем удобно собирать это все дело обратно. С вот этой полкой, ребят. Полка, на самом деле, здесь немножечко мешает. Но это уже особенности. Особенности, скажем так, копийности этой тачки. Сзади у нас здесь располагается аккумулятор. Вот она, липучка. Единственное, друзья, что мне не совсем понятно, где здесь можно красиво расположить регулятор. То есть, человек, который строил эту тачку, говорит, что регулятор нужно расположить в салоне, в ногах. Но я этого делать не хочу. Поэтому, скорее всего, я установлю мотор. И вот сюда же, вот здесь, на эту серву, на лебедку, приклею вот так вот регулятор. Ребят, да, он будет близко находиться к мотору. Но я не думаю, что эта шаська будет греться. В любом случае, попробую так сделать. Если вдруг сильно будет нагреваться либо мотор, либо регулятор, то тогда придется, наверное, в салон вниз, вот здесь в ноги, приклеить регуль. А может быть, где-нибудь еще посмотрю место. Потому что вот за счет того, что у нас сделан салон, за счет того, что здесь все копийно выполнено, у нас на самом деле место, пространство ограничено для размещения всей электроники. Собственно, ну, давайте можно небольшой осмотр шаськи сделать. У нас раздаточная коробка. Сюда мотор идет. В раздатке у нас здесь уже стоят шестеренки от TRX. Частично об этом всем я расскажу, когда буду делать ТО этой модели. Серва установлена на мост. Дальше от раздатки у нас идет кардан, точнее как, от коробки. Как ее назвать-то? Даже не знаю. Это и эта раздатка, и эта раздатка. А, редуктор. Ну, ребят, это раздатка, а это у нас редуктор. В общем, от раздатки идет кардан к редуктору, и редуктор уже раздает нам на передний и на задний мост. Карданы пластиковые, корпуса мостов пластиковые, что в порталах мы посмотрим уже, когда будем разбирать эту шаську. Смотрите, что я заметил еще по данной модели, ребят, в этом видео скажу, что у МСТшки, у них мосты, что передний, что задний, они одинаковые. Смотрите, то есть порталы или кулаки, как их правильно называют, они одинаковые, что спереди, что задний. То есть задний мост, его можно сделать тоже поворотно. Смотрите, у заднего моста есть вот эта вот тяга, и здесь стоят ограничители для того, чтобы колеса не вращались. То есть можно поставить сюда тоже серву и сделать в итоге, не знаю, как это, краулер называется, у которого и передняя и задняя ось, она имеет поворот, да, поворачиваемая. Вот я такую особенность заметил в МСТшке, а еще ребята-красавчики начали шкурить и работать прямо во время записания видео. Все? Да. Мы их успокоили. В общем, друзья, я предлагаю сейчас не утомлять вас долгим рассказом, что здесь и как сделано. Я предлагаю просто взять что-то, поставить электронику, сейчас я это все сделаю, выйти на улицу и обкатать эту шаську, посмотреть, как она смотрится, как она едет. Башить на ней сильно мы не будем. Естественно, что в грязь, конечно же, мы ее загоним, как же, мы и не грязь, да, по-любому нужно сделать грязевые испытания. Но, ребята, говорю, что сильно убивать эту шаську мы не будем. Аккуратненько покатаем, потому что она копийная, она не для башенга, она для копийной езды. Погнали. Так, ну что, друзья, по-быстренькому установил электронику, значит, как и говорил, что мотор с регулятором я поставил очень-очень близко. Регуль на серву, точнее на лебедку. Время на багаж, там приемник поставили в салон, аккумулятор сзади, провода тоже вот так вот все это время накинули, потом будем все это дело еще прятать. Так, у нас лебедочка работает на пятом канале. Колеса поворачиваются. Вперед-назад модель ездит. Накидываем корпус и выходим на улицу, смотрим, как эта тачка ездит, как она вообще выглядит вынеживая. Небольшая техническая особенность сразу же выявилась еще до того, как мы поехали. Я заметил, что задний кардан за счет того, что у нас удлиненные вот эти тяги, за счет того, что мост смещен больше назад, у нас получается кардан, он просто вот вываливается отсюда. То есть и на покатухе, соответственно, у нас бы все это дело развалилось. Я думаю, что сейчас можно сделать. Попробовал пружинки от ВПЛ, амортизаторов вставить, но они слишком большие. Наверное, ребят, сейчас просто возьму внутрь, да хоть тех же самых гай, вот этих маленьких наложу, вот здесь вот, для того, чтобы вот эта часть кардана, она вот так была, то есть вот, и никуда не выпадала. Короче, сейчас починим, не то, что починим, а устраним проблему эту и пойдем катать. Перед началом копийной езды, знаете, что нужно сделать, друзья? Нужно вот эти вот зеркала заднего вида снять, потому что их очень легко потерять на этом корпусе, они никак не фиксируются, никак не держатся. Все, давайте попробуем по дюнам, по ухабам, попробуем поездить на копийном крутом крузаке. Кстати, да, ребят, пиньон поставил 15 зубов, мотор 35 витков и максималки нету. Смотрите, старт с места по стресске. Все, это максималка. Это максималка. Ладно, поехали. Сегодня мы будем ездить в Копино. На брюхо сели. Добрый окрузак, тут все. Выехали. Даже лебедку не использовали. Слушай, радиус поворота шикарный вообще. Тоже на стэшке. Да, конечно, не хватает свет, пар. Но все это сделаем еще. Тачку переберем, все смажем, все проверим и сделаем туда подсветочку. Слушайте, ребят, шикарный угол поворота. Машина почти на месте разворачивается. Попробуем заехать на небольшую дюйму. Пухал. Да, это вам, конечно, не трофики на 120-х колесах. Тут приходится головой думать, как проехать. Кстати, давайте проверим лебедку, друзья. Якоря у нас с собой нету, к сожалению, но буду рукой держать. Ха, это все длина. Ладно, пробуем, в общем, тянем на себе модель. Знаете, что еще хочу сказать, что лично мне неудобно управлять лебедкой с аппаратурой. Вот был бы отдельный пульт, отдельный пульт, было бы гораздо прикольнее. Ну ладно, это сейчас мне такие мысли просто. Короче, тянем на себя и газуем. Слушай, ну тащит лебедка? Тащит. В принципе, для этой машины усилия хватает. Так, давайте, вот заедем уж. Просто вот так и могу. Все, заехали. Нормально едем. Тапка в пол. Знаешь же, как арабы заезжают на ухабы. Мы сейчас так же, у нас же крузак, ухаб. Почему бы нет? Давайте попробуем, короче, насколько заедем, не заедем. Ага, и все. Так, 35 витков вообще ни о чем. Не хватает оборотов. Не, ну с лебедкой заедем, но с лебедкой не интересно. Ну да, а если попробовать аккуратненько вот так. Не, 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 то же самое, закапываемся. Блин, ну вид крутой. Вид мне нравится. Именно вот, когда колеса маленькие, когда они пропорциональны кузову, прям четко. Вот на 120 колесах он бы вообще не смотрелся. А на этих колесиках прям шикарно. Радиус поворота я просто обалдею. Надо с TRX-ом сравнить. Вот буквально на месте разворачивается. Так, слушайте, пойдемте найдем лужу какую-нибудь. Покатаем ее в грязи. А то что мы все по песку да по песку. В общем, ребят, тачка для копейной езды, не для башинга, не для триала. Пойдемте в грязь ее затащим. Тут рядышком лужа есть. Мы уже присмотрели, Жекича мы. Покатаем ее в лужу. Так, она уже герметичная наша? А я не знаю. О, ну да. Сейчас ее узнаем заодно. А лужа-то не глубокая оказалась. Я думаю, лужа погружу будет. А вот здесь если... Нормально так едем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-погрязи. Ваще. Без проблем. Ладно, катим сюда. Все, ништяк, друзья. Слушайте, ну в целом неплохо. Мне нравится. Единственное, что мотора мало. Надо больше оборотов. Там 55 витков, 45 витков. Или вообще 5-плюсной попробовать моторчик сюда. А в идеале бы кашечку сенсорную. И будет шикарно. Все. И заставочку можно сделать. Даже прямо вот так сфоткать ее. С моего ракурса прям шикарно смотрится. Ладно. Друзья, покатали немножечко. Обкатали. Все нормально. Все цело. Ничего не сломалось. Теперь тачку перебираем в одном из следующих видео. Делаем на нее подсветку. Устанавливаем сюда блок света. Передние фары, задние поворотники, стоп-сигналы. Все это будет работать. Люстру. Также подключим. Сделаем обзор на саму шасси МСТ. Посмотрим, что там из чего сделано. Что там в порталах. Что там в раздатке. Что там в редукторе. Вот. Ну а на этом, ребят, сегодня все. Вот такой корпус. Крузак 80-й. Крутой. Копийный. Интересный. Из Сочи. В Америку. Через нас. Друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok